Жители 158-го дома по улице Интернациональной наблюдают, как сотрудники управляющей компании «Наш город» заносят в подъезд материалы, чтобы завершить ремонт на крыше. Долгое время она протекала. Впрочем, и в остальном здесь все было хуже некуда. Плохо убирали, валится он все, течет, и ничего не делали, управляющая компания. Вообще плохо обслуживали, сантехники плохо обслуживали. С водой плохо было, все время то рыжая вода идет, то ее нет вообще, горячей воды, то мучение одно было. Несколько месяцев назад терпение жильцов лопнуло. Они решили кардинально поменять ситуацию. Собрание собрали, решили перейти в другую компанию. Какая лучше предложила нам условия, мы выбрали вот эту компанию. Лично я про нее читала в газете раньше, что она организовалась ближе к муниципальному. Всего один только раз в июле жильцы заплатили за обслуживание дома новой УК, а у них уже обновленная крыша. Делают много, ящики поменяли, уборщица новая у нас прекрасно, хорошо убирает все. Идут сдвиги, территория все за каких-то два месяца. Нам нравится. Еще одни счастливчики – жильцы многоэтажки по Гоголя 51. Только поменяли старую управляющую компанию на новую, и у них тут же начался ремонт подъездов. Работники нашего города покрасили стены, перила, почтовые ящики. На всех этажах кладется керамическая плитка. Помимо этого проводятся работы по восстановлению и замене систем вода и теплоснабжения, канализации. Спасибо компании новой. Потихонечку налаживается. Надеемся, что еще наши соседи будут такими же. Ценить будут все это, то, что вот сделали. Главное отличие новой управляющей компании от остальных действующих в городе – то, что она не частная, а муниципальная. Ее учредителем является городская администрация. Кстати, дома белореченцев, недовольных своими нынешними УК, наш город готов принять под свое крыло. Провести собрание и предъявить какие-то аргументированные претензии предыдущей своей компании, выразить это письменно в протоколе и уведомить ту компанию, что они от их услуг отказываются. После этого приходят к нам в офис, это улица Ленина, 31. У нас там постоянно юрист находится с 8 до 12. Она четко, понятно объяснит, какой регламент перехода от одной компании к другой. Планов на ближайшее время по благоустройству вверенных им домов у компании немало. И самое главное, ее сотрудники готовы выполнять заявки жителей быстро и качественно. За пять месяцев мы истратили 800 тысяч рублей. Другие управляющие компании тратят такое количество денег за один месяц. Ну и тем не менее, я без лишнего хвоста-встанскому сказать, что мы сделали на эти деньги достаточно много. Мы и аварийные работы выполняем, и выполняем текущий ремонт достаточно основательный. И еще платим налоги регулярно. У нас долгу по налогам нет. Наталья Пирс, События и люди.